Кто ты? Я Цинтия, адептка. Филиппа, моя наставница. Мои соболезнования. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг, патреоновский барин. Хей, как ваши дела? Как живете? И вообще, как дела конкретно у тебя? Искренне надеюсь, что дела идут очень неплохо. У нас вот неплохо. Более-менее вошли в длитом жизни, а отходняк после праздника выведался быстро. Правда, мы с Настей, как бы это сказать, у нас будет омикрончик. Тем не менее, сегодня я продолжаю вам активно задвигать за похождения Геральта из игры Ведьмак 2. Кстати, заранее готовитесь морально, ибо сегодня я буду очень часто душить. Ибо то и дело, нам будут попадаться моменты с абсолютной халтурой со стороны поляков. Да, вы, наверное, уже забыли из оклевого сюжета, что лично я начинал данную серию роликов, дабы показать вам, что CD Projekt'ы, как разработать те еще косипоши. Так что не забывайте. И заодно не забывайте, что спонсором данного ролика является Raid Shadow Legends. Raid это абсолютно феноменальная мобильная игра, способная обеспечить вас удивительным игровым опытом. Исследуйте миллионы комбинаций героев и овладевайте бесчисленными тактиками, сражаясь с рейдовыми боссами. Проходя подземелья, сражаясь в сюжетных кампаниях и сражаясь на PvP-арене. Я сам уже давно играю в рейд, и вот некоторые из моих любимых героев. Белонор, идеальный дамагер, способный носить легко много урона и также легко его избегать. А Батисса, уникальный герой, способный носить лютые криты и переносить негативные эффекты с себя на противника. Вау. В этом месяце в рейд произошло много нового. Появился новый брутальный босс Гидра. Множество ежедневных событий и турниров, в том числе несколько специальных мероприятий, где вы можете получить совершенно нового легендарного героя. Также очень прошу вас, помогите мне собрать данное количество инсталлов. Сделать вы это можете, перейдя прямо сейчас по ссылке в описании под видео или сканируя QR-код. Качай рейд только по моим ссылкам и в качестве нового игрока. Получи один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу пополнения энергии, а также крутого секретного героя в качестве бонуса. Удачи и жду тебя в рейде. Я буду долго гнать велосипед. Как вы помните, в прошлый раз приключения нашего белоголового обожранца закончились на том, что холопы затеяли бунт, мать его, за ногу, думая, что Саскию отравил принц-членец. Так что теперь задача алкоголика-мутанта разобраться в этом и выяснить, что почем хоккей с мячом. Я хоккейный мячик! Геральт отправляется для разговора с бунтащиками к покоям Стенниса, где собралась разношерстная масса из крестьян и знатных людей, но заливает срач уровня работяги против айтишников. Геральт, хорошо, что ты здесь. Мужики решили, что Стеннис отравил Саскию. Едва самосуд не учинили. Что им помешало? Рыцари, их сиятельство, айдирнские дворяне. Не так-то легко поднять руку на голубую кровь. Похоже, в этот раз все будет жестко. Вкратце скажу, что если Жераль Пафасту не состроит из себя детектива Коломбо, то у нас случится минус еще один монарх, уже третий. Вы что, решили тут всех королей севера поубивать? Поляки, одумайтесь. У нас тут под стенами Хенсельс лошадь в канаве доедает, а вы тут это самое. Да дайте ж сказать! А ты тут чего? Я Скалин Бурдон. Слежу за порядком Вергни. Ну ты и проследил. Где ж ты был, когда Саскию отравили? Мать твою в корчму водила Зазаза. Давай цапрынца! Под цепы его! Стоять! Ёрвет! Белки! Если хотите уйти целыми, держите лапы подальше от оружия. Мне все одно, мужик или господин. Надо будет, всех перебью. Ну что, кто будет первым сегодня извиняться перед пожилым Чиколитой, а? Слуга, тот, что вино разносил на Перу, говорит, что принц и жрец Альшана тронили Саскию. Мы хотим справедливости. Вы хотите мести. Это разные вещи. А что принц заперся? Что не выходит, ежели невиновный? Хватит! Если кто возьмется за оружие, сначала прострелю руку, потом полетят головы. Нас больше со всеми не сладишь. Ты будешь первым. А теперь расходитесь. Вообще данный квест имеет очень много неочевидных моментов, из-за которых его лично я в свое время переигрывал, просто потому, что не сразу доперделся в чем дело. Во-первых, мы совершенно ограничены. По времени. Ну, точнее не по времени, а по количеству возможных поляляшек. Обсудить ситуацию можно со всеми присутствующими, мнение каждого важно, и по сути является пазлом сложной польской мозаики. Однако, спустя несколько треплений языком, у нищуганов кончается терпение, и они начинают идти на прорыв. Во-вторых, даже если они и прорвутся, то ведьмак, в принципе, может урегулировать ситуацию, став на одну из сторон. Однако, тогда игрок не вполне будет понимать, а правильный ли выбор он сделан. Ты виновен, принц. Стоп. А чего добился? И вот именно поэтому стоит быть осторожным и говорить с людьми просто так. Я вот лично с людьми говорю только за донаты. А теперь я же про суть того, что здесь происходит. Мы, люди благородного сословия, всегда были вынуждены хранить плебс от его собственной глупости. Если бы не мы в мире... Ежели мужик курей плохо посчитает, ему бы таги положены. А что тогда сделать с отравителем? Убить. Если принц действительно был замешан в покушении, он должен предстать перед настоящим судом. Чернь не понимает принципов, лежащих в основе этого мира. Не может быть края без вождя. У нас уже есть вождь, Сева Айдирна. Неизвестно, выживет ли она. Так выберем другого, что нам подойдет. Лишь бы мужик был, потому как только мужик мужика разумеет. Саския мудрая женщина, но она не принимает во внимание одного. Эта война когда-нибудь закончится. И кто тогда будет засевать поля? Кто будет доить коров? Саския раздала мужикам оружие. И ты думаешь, они захотят вернуться к плугу? И все люди будут равны. По-нашему. А не люди? Нам коровьего говна на поле хватает. Ни хайне люди себе ищут, ни людской край. Вон от себя! Людские мотивы мне понятны, но вот мотивы Стэнниса абсолютно лишены какой-либо логики. По его словам, я могу предположить, что он либо реально отравил Саскию, либо же он просто сказочно тупорылая личность. Для эликсира, который излечит Саскию, нужна королевская кровь. Ты что, издеваешься надо мной? Саския вытащила тебя из битвы призраков. Ты обязан ей жизнью. Это был ее долг. Как и любого другого жителя Айдирна. Это из-за нее моя страна разваливается. Стэннис все так же отрицает и ни в какую не хочет давать свою кровь какой-то деревенской бабе. Более того, в его словах так и сквозит ненависть слэш зависть к Саски. Плюс он пытается подкопить ведьмака, из-за чего можно понять, что принц-то не пальцем деланный и походу все-таки замешан в покушении на Саскию. Ты говоришь, что хочешь мне помочь? В таком случае сделать так, чтобы люди мне поверили. И ты не пожалеешь. Ты хочешь меня подкупить? Я предлагаю тебе уговор. Вот вроде бы помоги ей. Дай немного своей крови. Нет, я буду строить из себя непонятно что. Тогда может хотя бы выйдешь к Кристиану, поясни, что ты норм-чел и невиновен. Нет, я лысая и непонятно что. Зато попросить Геральта за бабки вступиться за него он может. Хм, чмошник. В итоге Геральту более ничего не остается, как разобраться во всем самому. Детектив а-ля Донцова Тайм. Я Геральт Дюбуа, ведьмак-суперзвезда. Из разговоров выясняется, что дичь началась после слов в виночерпе. Мол, он слышал, как жрец Альшан говорил с принцем о всяких странных вещах. Такие слова нельзя пропускать ни мимо ушей, ни мимо рта. Не вижу причин ему не верить. Именно поэтому Геральт идет и находит на площади дом покойного Альшана. И что самое-со-самое, ведьмак находит там заметки жреца, в которых имеется чертеж кубка с особой ячейкой подъед. Ха-ха. Пойман за руку. Как дичь? А, ну жрец мертв уже точно. Далее, конечно, не особо очевидно, но логично пойти к кузнецу, который в теории мог по чертежу сделать кубок. И этим кузнецом является, а точнее являлся тот Дебика из прошлой серии. Он, короче, тоже мертв. В доме у него находится записка об изготовлении кубка, в которой жрец указывает, что если все пойдет хорошо, то остальную плату кузнец получит после совета, и жрец виноват во всем. Ну, это очевидно. А раз он обо всем этом говорил со стенницем, то значит принц тем более виноват, ибо минимум знал, а максимум виновен. Именно в этот момент у ансабов кончается терпение. Хватит, хватит балагана. Люди, возьмитесь за ум. Сядьте и поговорите спокойно. Наговорились уже. Давай кумовья вынимать принца из холопы. Верден это не нужник, куда каждый насрать может. Надо соблюдать законы, а за их исполнением следит Скален Бурдон. Конкретно тут игроку, да, именно игроку, следует решить, кто прав, и на чью сторону встать. По совершенно странным решениям разрабов было решено сделать обе стороны абсолютно неприятным. То есть как бы, да, очевидно Стеннис виноват, но вот из-за того, что крестьяне представляют себя просто быдло-сброд, на их сторону тоже не особо хочется вставать. Стеннис, тряпка! Куда ветер подует, туда и повернется! Все это знают! Ты должен доказать его вину, а не оскорблять его смерть. А скажите, кто другой бы это сделал? Мужику-то надобилось барышню обидеть! Никогда! Потому как при ней, господские псы, с нами должны считаться! Никто не станет рубить сук, на котором сидит! А мужик не дурак, чтоб поднимать руку на избавителя! Допустим, крестьяне этого не делали, но это не значит, что принц виновен! Ваше высочество, это небезопасно! Я не боюсь! Страх — это свойство простых людей, но не того, в чьих жилах течет королевская кровь! Чего вы добиваетесь? Осудить мою особу? Или принц, по-вашему, не отличается от ярмарочного вора? Вы стоите перед королевским высочеством и смеете посягать на него? Есть на этом свете преступления, которые можно простить, а есть такие, которых прощать нельзя, так же, как нельзя простить мать, которая убила своего ребенка, или мужчину, который перерезал горло собственному брату. Так нельзя простить преступления против того, кого поставили на престол сами боги. Кто поднимет руку на помазанника Божьего, тот не может ступать по земле. А тот, кто отравляет девицу, он кто? Во-первых, Саския жива, потому никто не может обвинить меня в ее смерти. Во-вторых, у вас нет никаких доказательств, что я пытался ее убить. А в-третьих, я заверяю всех здесь собравшихся, что я не приступлю закона, но судить меня может только она, дева из Эдирна. Какой деловой? А ежели Саския помрет, кто ж тебя осудит? Я верю, что ее удастся исцелить. Но если боги решат иначе, мы соберем совет мудрецов, который вынесет справедливый приговор. Вот слова настоящего владыки. Ибо я обязан служить для вас образцом, а мои поступки достанут пламенем, что рассеет тьму. Ты уже забыл, как пытался меня подкупить? Что скажешь, свиную рыло? Его хотят оговорить. Никто этого не слышал, ведьмак. И вот как бы я сейчас выберу сторону крестьян, но лишь потому, что это меньше зло. Ээээ... Нет, на самом деле я просто всегда на стороне работяг. Ты ни единым словом не вспомнил о своей вине или невиновности. Ты требуешь справедливости. Хочешь созвать совет мудрецов. А я спрашиваю, кто войдет в состав совета? Найдется ли там место для крестьян? Нет. На скамьях сядут люди, которых ты выберешь сам. Благородные господа, которым за правильное решение ты даруешь земли и имение. Сам этот суд лишь усугубит твою вину, потому что ты виновен, принц. Вот ты и договорился, чушка лысая. Так у нас появилась кровь для противоядия Саски. Ура! Что ты собираешься делать? Я приведу подкрепление. С критаэлей больше, чем ты думаешь. Пора занять их делом. Я отправляюсь немедленно. Ты успеешь? Должен. Вафаэль, Квинблейд. Не теряй надежды. Бля, братан, ебать хуй там, бля, в натуре. Я ничего не понял, ни нахуй. Ведьмак наконец-то отправляется к Филиппе, который во время всего действия занимался поисками Торис благодаря той говеной тряпке. Она поясняет, что при попытке засечь рыжуху ловила слабый сигнал на противоположной стороне мглы, так что нужно двигать туда, в сторону лагеря Хенсельта. Филипп же будет проводником Геральта во мгле. Увы, но на колупание в очке времени нет. Идем сразу же в путь в туман войны. Срал я, конечно, на эти путешествия через мглу, ибо... Ну ёпересете! Тут буквально один и тот же пресет драки. Два-три раза призраки бьют Филиппу за туза, и нам надо их за это побить, параллельно отбиваясь от бронированного чухана. Ой! Геральт, я мете кудасай! Дальше я не пойду. Если Дэтмольд почувствует моё присутствие... Как мне вернуться в Верген? Я подожду тебя где-нибудь здесь. Поторопись. Пись. Ведьмак прощается с чародейкой и идёт искать следы ржухи. Рядом с доской объявлений находится труп, у которого при себе имеется странная шахматная фигурка. Зачем её алкаш решает залутать, не особо ясно. Да и не особо важно, ибо Геральт натыкается наверно на мать его Роше. Я знал. Холера, я знал, что это ты. Когда в Англии что-то зашевелилось, я так ребятам и сказал. Это Геральт из Ривии, не будь я верно нам Роше. О, а это твой приятель? Я его только что нашёл, он был уже мёртв. Интересно, костюм похож на Вергенский. Он почти прошёл через мглу. Так что ты здесь забыл? Ой-ой, неловкая ситуация. Ох, вы бы знали, насколько я чувствую себя виноватым пред ним. Я игру до этого проходил раза четыре и всегда выбирал Роше. Ну вот, свой он парень, нормальный мужик, а мы взяли да предали в Ране выпивушек с краснолюдами. Ты променял нашу философскую жизнь на бухло. Всё ищешь свою чародейку. Если бы она тут появилась, я бы об этом знал. Она должна быть где-то здесь. Её следы почувствовала Филиппа Эйльхарт. Я вижу, ты перезнакомился со всей ложей. Их ты тоже бросишь, когда припечёт? Ты сделал свой выбор. Ты сбежал с эльфами, а Бьянка едва не погибла у этого выродка Лореда. Я хочу сосать. Между темирским партизаном и пропитым ведьмаком начинаются перепития, в ходе которых первый так и выплёскивает свою обиду, что второй кинул его. Значит, смерть Фольтеста тебя больше не интересует. Идан. Единственное, чем нам может помочь сейчас Вернан, это найти Трис, который, похоже, весело чилит с эльфами на тылах возле берега. И знаете что? Он помогает. Не знаю, зачем я это делаю. Ну ладно. Если Трис действительно в лагере, она может быть только в одном месте. На тылах возле берега встали нильфгардцы. Туда никого не пускают. Ох, ну почему тут нет нейтралитета? Ох, боже ты мой. Какие же в Сити Проджекты всё-таки скоты ленивые? Вот реально просто взять и за срок вырезать тот самый нейтралитет. Это по-свински. Братишка в Тюрбане поясняет, что лагерь нильфов за лагерем Кэдвена. И туда идут два пути. Либо через лагерь Хензельта, а точнее через столовку, либо через пещеру Маркетанток, или проще говоря проституток, что утешали солдат дали от дома. Лично я решаю пойти через пещеры, ибо в лагере стелс, а какой тут стелс вы и сами с усами. Сейчас для Ведьмака главная задача заполучить ключ от входа в пещеру, сумму мадам может отдать ключ, а вот какой по стоимости будет сумма, это уже чистые монеты везения. Мне нужно поговорить. Можно и поговорить, но стоить это будет столько же, сколько потрахаться. Бывает, что выпадает 100 или 200, в этот раз Ведьмаку не повезло, пришлось раскошеливаться на 600, Карл, 600 монет, да что он тебя провалил, а еще тут очень классные клички у проституток. Сразу говорю, если вы косплеерша, стримерша на твиче, или просто имеете OnlyFans, то спокойно можете брать себе одну из этих кличек, ибо у вас появится аудитория не симпов, но поклонников слэш ценителей. Да, я подписался на OnlyFans, Зойские Свистушки, какие-то проблемы. Ныне наконец-то у Белобрысича имеется ключ. Спустившись в пещеру, Ведьмак зачищает тайные тропки, а именно убивает лютого утковола и даже мощного защитника деревень насадых жителей Майнкрафта. Далее он выходит к лагерю Нильфгардцев, где на выходе сталкивается со страшником, который связывает члены алкоголика и отводит к послу Шиллерду, который, а хотя бы наверное забыли уже, Мастер Геральт, смею надеяться у нас еще будет возможность поговорить, когда утихнет битва. Геральт, я надеялся, что мы больше не увидимся. Конечно, неожиданно приветливый дипломат из начала игры внезапно стал лютой гнидой из кадетов. И вообще оказывается внутри фигурки было заархивировано три, с которого оказывается нес к Шиллерду нильфгардский шпион. Простите, мне кажется или Геральт лох, лошара. Достаточно похабный поворот сюжета, но я принимаю его. Вы говорили Фольтесту, что хотите вернуться к охоте на чудовища. Фольтеста нет в живых и некоторые до сих пор убеждены, что это моя вина. Я должен поймать настоящего убийцу. Понимаю. Вы согласны быть бездушной машиной для убийств, только вот слава убийце мешает вести дела. Мне доложили, что вы заключили союз с Аской с Элеми, с Элеми, с Эрвитом. Это правда? Более-менее. Вы слышали о резне в ущелье Гидры? Короли Севера потребовали от империи выдать военных преступников из бригады в Рихет. Эрвит был в числе приговоренных. Не понял. Не интересно. Мне бы хотелось еще поговорить за Шилерна. Вообще его мотивы я могу понять. Он патриот своей страны, а именно Нильгарда. Он довольно мастерский лицемер, но это уже издержки профессии. Для страны он сделает все, что угодно и иногда даже с перебором. Конкретно сейчас мы видим, что со всем происходящим очень крепко завязаны и Нильфы и от этого совсем не легче. Ибо им трагедия Севера на руку. Кто не знает, в свое время они пытались захватить Север, но короли мастерски отбили атаку. А теперь же мне кажется сейчас очень удачный момент для той же атаки. Можно ли посчитать, что Чародейки и Нильфы связаны? Не знаю, но дело пахнет черкашами. Мне очень жаль, что я не могу уделить вам больше времени. Мне предстоит долгая дорога в Лок-Муине. Советы Капитул ждут, а Трис Мерегольд как всегда появится в последнюю минуту. Трис поможет нам покарать изменницу империи. Я не знаю, убили вы Тарвика или нашли его мертвым. Это не важно. Я предпочел бы не отправлять на смерть того, кого одарил милостью сам император. Но к моему величайшему сожалению, у меня нет выбора. Вангемар, когда вы с ним закончите, передай Сэнти и мои поздравления. Обвести Филиппу Эльхард вокруг пальца большое искусство. Прощайте, мастер Геральт. И все. Ныне бедного ведьмака собираются гасить просто так ни за что. Что ж, походу на этом игра заканчивается, а я вышел на плохую концовку. Братишка. Роше догадывался, что Геральт тот еще чмошник с удачей на единичке, а потому найдет приключение себе на сраку, поэтому он вместе с Бианкой проследил за ведьмаком. Нильгардский маг Вангемар получает люлей за щеку, а ведьмак же рассказывает все Роше. Из разговора становится понятно, что Нильгард не просто так хочет быть в Лок-Муине при возрождении Капитулы. Если вы не знаете, то знаете, что в данном случае Капитул представляет из себя сборище магов-умников, которые хотят навязать своих людей королям-советники, дабы те наблюдали и не давали королям устроить резню между друг другом. Короче, а не сборище сами знаете кого. В свое время Капитул успел развалиться и его место заняла ложе чародей, походу ныне они решают снова здесь все под свою контроль. Плюс в Лок-Муине прибудет весь свет севера и Родовид и Хенсель. Тут еще сборище всех магов и вообще вся эта история пахнет не очень вкусно. Так что нужно отправляться в Лок-Муине, но прежде нужно завершить все дела здесь, а именно сразиться с призраками мглы, чтобы снять проклятие. Еще это осады Хенсельта, о господи боже. Шиала обнаружила, где скрывались убийцы. Это недалеко отсюда, в ущелье. Детмальт отправил туда своих людей, но убийца Фольтест обижал. Его прикрывали двое других ведьмаков. Одного взяли живым. Под пыткой он показал, что наш здоровяк собрался в Лок-Муине. Маги хотят восстановить совет и капиту. Раньше они представляли всех чародеев и чародеек севера. Там же должен появиться король Родовид, владыка Редании. А поскольку Лок-Муине лежит в Каэдвене, наверняка прибудет Хенсельд. Но делегация Нильфгарда это уж слишком. Трис, Нильфгард, Родовид, Панда Магов, Убийца Королей. Слишком много медведей в одной берлоге. Роше помогает ведьмогу пройти через лагерь под видом пленника, ибо он реальный братан. Тот оставит своим моральным ориентиром Иисуса, а вот реальные ребята ставят патриота Вернан Роше. Стоять! Кто идет? Вернан Роше ввиду пленного. Это что за чудак? Король приказал его допросить за лагерем. За лагерем, да? Хе-хе. Ну, счастливого пути. Ну, вроде мы уже в безопасности. Спасибо за все, Вернан. Я твой должник. Ха, ты здорово мне задолжал. Помни о моем предложении. Поблагодарив приятеля, Геральт отправляется обратно к Филиппе, который говорит, что Трис у Нильфов, видев фанки попа, против своей воли поехала на сходку чародеев и королей, а также, что подопечная чародейки на самом деле шпионка Нильфгарда. Что? Она обманывала тебя. Обидно, да? Ну, и теперь уже нас вообще никакие доп-квесты не ждут. Это я говорю к тому, что мне более не надо пояснять никакие доп-квесты описывать сложные и хитросплетения сюжетные. Уже в доме Филиппа Матеря, на чем свет стоит свою бывшую ученицу Цинтию, вспоминает, что девушка бросила все свои вещи, среди которых, бинго, находится роза памяти Трис. Ой, как неожиданно и приятно. И теперь уже отдав все штуки, необходимые для лечения главнокомандующей, Геральт за компанию с другими зеваками наблюдает чудесное исцеление от опасного фэнтезийного новичка. Это моя любимая магия. Лесбомантия называется. Не, ну в принципе ради такого можно было кинуть, Роше. Ты променял нашу философскую жизнь на алкоголь, краснолюдов и баб. Ныне Саския наконец-то очухивается и отдает Геральту последний артефакт, необходимый для снятия проклятия, а именно меч Вандергрифта, челок, который также участвовал в той битве. Не, ну мужик, он конечно саснивал. Спасибо, Геральт. Я отблагодарю тебя, даю слово. Вы сняли проклятие? Нет, но почти все готово. Похоже, нам будет нужен меч Вандергрифта. Так взял бы его? Для меня это просто кусок железа. Скейтейли не допускали к тебе никого, кроме Филиппы. Но даже ей они не дали бы твой славный меч. Скоро попробую снять проклятие. Что ж, ну теперь-то неужели наконец-то можно идти и бить призрачного врага да ломать туману ноги? Ох ты ж ничего себе, как я не хочу туда идти. Честно скажу, я боюсь идти туда, но не потому что страшно, а потому что играть кривое говно. Ныне Геральту необходимо взять все артефакты и отправиться во мглу, где он буквально переживет все случившиеся в те времена ужасы. Их притянет аура артефактов. По идее в одном из флэшбэчных экспириенсов ему необходимо будет переломить исход битвы, дабы проклятие само себя задудосило и сломалось и все бы ничего, но в первую очередь данный ивент что-то немного печалью отдает. Тепло. Хорошая осень. Антоновка подоспела. Эх, не нам ее срывать. Сейчас будете вражьи головы срывать. А чего мы ждем? Айда резать каэтвенских сук. Еще не время. Иногда я и не помню, за что мы сражаемся. Могучие короли без войн никак обойтись не могут. Так пускай бы димовенты с Хенсельтом на твердой земле сошлись и решили бы все что нужно. Мой Шурин родом из каэтвена. Нормальный мужик. Я там бывал как-то на ярмарке. Товар мне продали хороший, да и подешевле чем у нас. Заткините глотки, мать вашу! Каэтвенцы животные! Знаете, что они сделают с нашими бабами, если мы дрогнем? Солдатов жалко. Эх, печально. Но куда более печальнее то, что все это по сути ЖИЗА! Будучи солдатом Айдирна, мы схватили знамя Каэтвены. И теперь уже будучи солдатом Хенсельтом, мы должны рассказать про эту печальную утрату боевой тряпки. Знамя захватили! Они перестреляют нас как уток! Надо предупредить штаб! Это засада! Без подкрепления мы не справимся! Я должен их предупредить? Нет! Книжна на сифилис! Давай живо пока нас не перебили всех до единого! Я не дойду! Это мой первый бой! Я первый раз убил человека! У меня руки в крови! Ныне Геральта жестко принуждают кроликам скакать и защищаться от стрел. Сделано кривовато конечно, вот прям не очень по ощущениям, но это пока еще цветочки. Прекратить обстрел! Это наши! И вот теперь мы наконец-то с вами можем наблюдать, как все это было на самом деле. Сейчас перед нами командный пункт армии Кэдвена. Тут вам и Вандергрифт, который своей яростью и желание воевать, стал не просто призраком, а целым драугом. И призрак Сабрина Глевисик даже есть. Господин генерал, бурая хорубь попала в засаду. Мы не прорвемся. Кажется, твои разведчики осматривали поле битвы, капитан! Так точно! Должно быть, они выкопали рвы ночью. Днем поле было чистое. Ночью госпожа Глевисик вела наблюдение при помощи магии. Каждому разведчику десять ударов. Каждого третьего полезет. Генерал, нам нужна подмога. Не будет подмоги! Разбирайтесь сами. А ты, Глевисик, с тобой я рассчитаюсь после боя. Король узнает о твоих делах. Сражения выигрывают или проигрывают? Полководцы не чародейки. Учти, я тоже подам рапорт и... Разговор окончен, ведьма. Пора побеждать! Господа офицеры, отправляйтесь к своим частям! Оба этих персонажа важны. С Вандергрифтом мы чуть позже будем драться, а вот Саблина покажет, почему ни один адекватный человек никогда не будет симпатизировать чародейкам. Саблина о нерву. Надо весь свет. Один строй. Да. Голован смерть Простой. Да. Разложarbeiten. Как вы можете понять, чародейки оказались недовольны возможными перестановками на политической карте севера. Именно поэтому Сабрина решила предложить жахнуть по полю натуральным огненным Армагеддоном из Героев 3. Остальные же чародейки на столь поехавшую идею по совершению военного преступления сказали, что если что, они ничего не знают и не при делах. Вот такие пироги. Гегемония Хенсельта помешает планам ложи. Мы поможем тебе, но помни, в случае неудачи ты можешь надеяться только на себя. Выводы как вы делаете сами, но я лишь напомню, что та же Аталис тоже является членом ложи. Ну да ладно, опять же Геральт лицезреет все от лица знаменитого героя Айдирна Зельдкирка из Гулеты. Это все на что вы способны? Быстро же вы дохнете. Кто из кайдвенцев выйдет против Зельдкирка из Гулеты? Конечно многие могут меня обвинить в врачильстве, но я заявляю вам, что разрабы тупицы. Драться за этого челика очень неудобно и банально невозможно. Если сражаться один на один, то там еще можно чисто с помощью парирования и блока победить, но вот уже против толпы игр не тянет. Так как в отличии от Ведьмака, перекатываться он не может и урона не избежит. Плюс он дерется двуручным оружием, которое вообще пососнял. Поэтому я как кретин выклянчивал челиков по одному и уже чисто на дуэлянт и черв ломал. И вот теперь наступает битва с боссом. Дичь начинается. Домоправитель Домоправитель. Я всегда хотел с ним встретиться. Отступись, дух. Я не упущу возможности вызвать Вандергрифта на поединок. Он тебя убьет. Зельдкирк не боится смерти. Если ты погибнешь, твои солдаты будут умирать каждый день. Без конца. Отойди. Это работа не для рыцаря, а для Ведьмака. Я делаю это ради моих людей. Пощады. Ты меня подвел. Кто ты? Я. Твой кошмар. Короче, не буду распинаться и просто скажу, что босс файт соснял. Вот не получилось у разрабов сделать в игре хоть один годный босс файт. Печально. Поэтому просто наглядно покажу, что тут плохо и как на самом деле вбить его надо. Получайся. Требушин! Лучники! Сможевать делатьil. Москва. Требушин! Сможевать! Сидел бы лучше дома, Авандер Крифт. Проглятые маги! Обидно умирать после такой победы. Боги, что против жар поделаешь. Ура! Да, егэгэй! Проклятие снято! Ныне не просто ведьмак, но еще и экзорцист. Прекратите это! Наши люди гибнут! Это убийство! Спаси нас, государь! Сабрина, это твоих рук дело? Велите трубить атаку, Ваше Величество. Войска Айдирна бегут. Не только Айдирна. Посмотри на этих безумцев. Еще утром они были цветом моего рыцарства. Если им дать подкрепление, они справятся. Кто позволил тебе использовать чары? Государь, если вы ударите сейчас, Верхний Айдирн будет вашим. Ты запятнала мою честь и обрекла на смерть десятки рыцарей. Государь, битва была проиграна. Ты опозорила меня перед Димовендом. Его бойцы сражались до конца, как подобает людям чести. Я приговариваю тебя к смерти, Сабрина Глевисик. Ты будешь сожжена на костре. Я еще вернусь сюда и возьму свое. Теперь же случается пророчество эльфа-алкаша, и герой возвращается в его память. Ныне все встает на свои места. Двадцать пятое июля семидесятого. Леса Ангрена. Даже ведьмак не сумеет отбить удар, который нанесет ослиск хвостом. И Лето не сумел, но каким-то чудом выжил. Я помог ему. Ведьмаки на пути должны помогать друг другу. С ним были два товарища. Братья ведьмаки из школы змеи. Охота по-прежнему стремилась на юг. И Лето знал, куда именно. Он знал, где закончится скачка. Вот таким макаром Геральт вдруг внезапно вспоминает, что Лето оказывается вообще бывший тип около товарища, которому тот помог чисто по-братски. И там еще и то, и вообще да. На самом деле это очень интересно сушать на поворот, который по-хорошему отвечает на многие вопросы и даже позволяет взглянуть на того же Лето с другой стороны. И хоть это не отменяет того факта, что Лысый убил Фольтоста, но тем не менее мы знаем. Лето наш товарищ. Ты был одним из нас, Геральт. Ты спас нас. Ведьмак просыпается в вердине, куда его перенесла Филиппа. Вот и очнулся. Я умер или у меня галлюцинации? На том свете мы бы не повстречались. Я не помню, как вернулся в себя. Ты не возвращался. Не забывай, что у чародеек свои секреты. В таком случае благодарю за помощь. Ты слишком ценный, чтобы я позволила тебе умереть. Ты совершил невозможное. Я не знаю никого, кто справился бы с таким проклятием. Эти разговорчики, конечно, приятны, но, к сожалению, нас сейчас ждет трэш у Гарсадами, ибо Хенсальд подходит под стены города. Ох, это печально, конечно, но срал я. Вот просто срал. Не знаю почему, но именно тут игра очень сломана в плане баланса. И сейчас я даже поясню с примерами, почему, но сначала... Ну, Золтан, вижу генерал из тебя хоть куда. А почему не маршал? Рвать его мать! Саски уперлась. Или я командую, или Ярпин. Вытянули жребий, и выпало мне. Хорошо, что ты прочухался. Хенсальд вот-вот пожалует. Ты бы огорчился, если бы я все пропустил. Я бьетить и страдался. Хенсальд в войне не хуже вашего понимает. Понимает да просирает. Пусть только подойдут под стены. Обольем их кипящим маслом да подожжем. Ты просто делай свое дело, и каидвенские бошки будут порхать, как бабочки. Начинается битва. По идее, разрабов сейчас должна быть эпичнейшая осада, но по факту это дрюканье двух тип задач. Что-то там сделать с рычагом и драка на вышине. Причем драка на вышине, а конкретно на этой точке что-то прям слишком много. Увы. Но эти уровни с дропом лестниц в Return of the King пока что самые лучшие, что он давал видеть. Плюс конкретно почему-то тут сид с брочек ты. Ну кричили выкрутить статы кингерских солдат на максимум. И тому же ведьмаку с вещами по последнему писку моды очень сложно ломать врагов. Ей богу, будто они под шмотками кевлар носят. Увы. Но хоть тут то и дело попадаются эпичные катсцены. Сама осада выглядит... Бледновато. И сожрут. В какой-то момент удается словить передышку, и Саске предлагает ведьмаку сгонять шахты, ибо враг может залезть оттуда. Плюс отряды из шахты так и не подали какого-либо знака, и разумеется, в шахтах нас ожидают секретные вражеские отряды во главе с вражеским магом Дэтмальтом. Берген в опасности, а дева Айдирна шляется с ведьмаком по пещерам. Как я понимаю, перед смертью не терпелось расстаться с девственностью. Убить их. Он, конечно, та еще гнида, но гнида интересная. Правда, вся его столица раскрывается лишь в ветке прохождения Зароше, так что, ну... Внезапно Геральта валят на лопатки. Кажется, что ситуация весьма трагична, но совершенно внезапно случается поворот. Да, вы все поняли совершенно правильно. Саския — дракон, и дракон непростой, а именно тот, что помогал лавалетам при осаде. Геральт, само собой, не особо удивлен, он всякого говна повидал, но побурчать вопросительно решился. Я знал, что женщины переменчивы, но настолько... Теперь ты знаешь мою самую большую тайну. У меня не было выхода. Тебя бы убили. Во время осады замка лавалетов появился дракон. Я помогала Ариану лавалетту. Почему? Он восстал против тирании и того уродства, которое она порождает. Я очень хорошо его понимала. Такой союзник Вергену бы не помешал. Самому ведьмаку с этой инфой делать совершенно нечего. Вскрывать он ее не будет, да ему и не нужно. Не его это дело. Сейчас самое важное — это осады. И осада, кстати, идет хорошо. А, и это... У нас незваные гости. Кто? Два тролля. Один, наверное, она. Страшная, как говно из-под снега, но с сиськами. Надо было видеть рожи наших, когда эти шкафы вылезли на площадь. Они сказали, с чего вдруг решили нам помогать? Возьмак добрый. Враг Возьмака — враг тролля. Мне довелось с ними пообщаться. Их помощь нам не помешает. В конце концов, мы же хотим создать страну без предрассудков. Народ, конечно, немного взгрустнул, ибо в этот раз атакой будет командовать Хенсельт лично. Но Саске чисто на харизмачах всех подбодрило. Че такие грустные? Писюны соснули невкусные. И тут дело как пошло, да, как поехало. Снова на том же месте отбили атаку. Плюс внезапно Йорвит с подмогой подскакал прям как Гендальк. А тут еще внезапно пришла идея закрыть врата, дабы запилить Хенсельта. Так, шаг за шагом, и случается победа. Ура! Да здравствует равенство, дружба и уголовная статья для перекупов. Государь, какие будут приказания? Мы сдаемся. Хенсельт понял, что ему кранты, а потом и сразу принялся торговаться с Саскеей, мол, ты победила, чего хочешь, бери, только бошку не руби. Та, конечно, затерла за то, что эти земли теперь их, и вообще Саскея теперь администратор, а Филипп и ее модератор. Однако вдруг случилась странность. Саскея не упомянула еще об одном вопросе. Я слушаю. С тех пор, как стоит этот мир, войны были, есть и будут. Одни побеждают, другие проигрывают. Но военные конфликты должны вестись по принципам и законам рыцарства. Куда ты клонишь, чародейка? Военные преступники, в том числе Детмальт, должны быть наказаны. Мне нужен советник. Военные преступники должны быть наказаны. У тебя будет новый советник. Ее зовут Шаала де Тенсервиль. Эта ведьма что, спятила? Внезапно Саскея стала как не своя, и начала говорить вещи, не свойственные ей. Детмальту отрубили башку, а Филиппа навязала королю свои условия. Выглядит это, конечно, странно очень, причем настолько странно, что у Йорвита аж в одном месте засвербило. Саскея. Я ее хорошо знаю. Она никогда такой не была. У нее взгляд, как после Физштиха. Уверяю тебя, она к нему не притронется. Идем за ними. Саскея с Филиппой ливнули, прям выскользнули из рук. И Геральт вместе с Йорвитом решили обыскать хату Филиппа, где обнаружили рецепт антидота против Ята, которым была отравлена Саскея. Эта книга может иметь отношение к дракону-убийце? В этих краях есть масса вещей, которые имеют отношение к дракону Саскея. Откуда ты знаешь? Она сама мне сказала. Тогда держи язык за зубами, потому что если... Я знаю, что случится, если об этом узнают, Йорвит. И что вы думаете? Оказывается, не было в рецепте никакой розы памяти. Филиппа всех надуло и, походу, с помощью розы подчинила себе разум Саскея. Подчинила себе разум дракона. Ситуация знатно накалилась. Ныне нашим героям ничего больше не осталось, кроме как оставить город и двинуться в Локмуине. Оставив ныне свободный народ под присмотром старых товарищей. Я отправлюсь вместе с Йорвитом за Саскеей. Судя по всему, убийцы Фольтеста тоже будут в Локмуине. Некоторые все еще говорят, что это ты его убил. Я хочу покончить с этими разговорами, поэтому у меня выбора нет. А у вас есть. Вы будете нужны здесь. Пока Саскея не вернется, нужно будет удержать всех вместе. Победа над Хенцельтом — это важный шаг. Но впереди еще долгий путь. Думаю, что мой гимн может прижиться. Вергену понадобится больше песен. Я надеюсь, что наши дороги еще пересекутся, Геральт из Ривии. Можешь не сомневаться. Ведь у нас еще остались неоконченные дела. А, ну да. Отправляемся, Гвинблейд. Именно в этот момент, будучи втянутым в тайные политико-магические злоключения, Геральт понял. Чародейки — враг народа. Гвинблейд. 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 дай мне руку, всплевши вместе. О-о-о-о Это все песни веселый народ Скоро братом тебя разводить Утренок торопит, солнце взойдет В тюрьме пляшутся низы Звезд пустые цветы В небо играют птицы Музыка лета светлым дождем Стоим снова нам возвратиться Музыка лета светлым дождем Музыка лета светлым дождем Субтитры создавал DimaTorzok